Следующий подзаголовок это ситуация равновесия в смешанных стратегиях в биматричных играх. То есть мы будем биматричные игры решать в смешанных стратегиях. Значит у нас исходная игра гамма биматричная. Она задается двумя матрицами. Ну понятно, что биматричная игра, в ней может не быть ситуацией равновесия именно в чистых стратегиях. Ну например, потому что в матричных играх не всегда есть ситуация равновесия в чистых стратегиях, не всегда есть седловая точка. Ну вот оказывается, использование смешанных стратегий позволяет, во-первых, находить некоторые ситуации равновесия уже в смешанных стратегиях. И во-вторых, даже в том случае, если ситуация равновесия в чистых стратегиях есть, например, как в семейном споре, ситуация равновесия в смешанных стратегиях позволяет разрешить семейный спор. Мы это увидим просто на примере. Итак, давайте построим смешанное расширение биматричной игры. Первый игрок использует смешанные стратегии P из множества P большое, ну полная аналогия с матричными играми. Это вероятностный вектор размерности M. Второй использует смешанные стратегии из множества Q. Это вероятностный вектор размерности N. Ну и когда игроки рандомизируют свой выбор чистых стратегий, получается ожидаемые выигрыши первого игрока и второго. Значит, для первого это будет в точности как в матричной игре. Двойная сумма. G от 1 до N. P, I, A, I, G, Q, J. Ну и у второго игрока ожидаемый выигрыш. Тоже двойная сумма. Ну и здесь уже осредняются выигрыши по второй матрице, по матрице B. Ну и в результате получается смешанное расширение биматричной игры следующего вида. Значит, P, Q это множество смешанных стратегий игроков. A от B, Q, B от B, Q это их выигрыши. Ну, ожидаемые или математические ожидания выигрыша игроков. Ну вот оказывается, игра гамма с чертой, уже в ней всегда существует ситуация равновесия. Ну, почему это так? Потому что функция A от P, Q является линейной по P. В частности, можно считать, что она вогнута по P. А функция B линейна по Q. То есть можно считать, что она вогнута по Q. Ну и, соответственно, множество P и Q это выпуклые компакты. Функции, понятно, непрерывно, они билинейны. Каждая вогнута по своей переменной. Поэтому по теореме 2.1 существует ситуация равновесия в игре гамма с чертой. И вот эта ситуация равновесия, значит, ее можно обозначить по 0, Q0. Значит, мы будем называть ее ситуацией равновесия в смешанных стратегиях исходной игры гамма. Вот такая терминология. Исходная биматричная игра гамма. А ситуация равновесия игры гамма с чертой это ситуация равновесия в смешанных стратегиях исходной игры гамма. Ну давайте напишем по определению, что означает ситуация равновесия Просто здесь будет определение, но только в новых обозначениях А от P ку нулевое меньше равно А от P0 ку ноль при всех P Ну и соответственно B от P нулевое ку меньше равно B от P0 ку ноль при всех ку Определение ситуации равновесия в смешанных стратегиях Ну а теперь давайте рассмотрим свойства этих ситуаций равновесия Они будут аналогичны свойствам решений матричной игры в смешанных стратегиях Когда у нас там был параграф 4, там были как раз свойства решения матричной игры А в данном случае речь идет о свойствах ситуации равновесия биматричной игры Ну полная будет некая аналогия Ну в частности давайте докажем следующую лему Значит лемма 1 Это фактически здесь будет выписано условие звездочки, которое у нас было для биматричных игр Для того, чтобы пара P0 ку ноль была ситуацией равновесия в смешанных стратегиях Необходимо и достаточно выполнения следующих неравенств АИ ку нулевое меньше равно А от P0 ку ноль При всех И от 1 до М Ну и Б от P нулевое Ж Меньше равно Б от P0 ку ноль При всех Ж от 1 до Н Вот это условие звездочка, которое раньше мы выписывали для матричных игр Ну не случайно здесь то же самое обозначение Потому что если вы возьмете в качестве B матрицу просто минус А То у вас фактически вот эти неравенства будут превратиться в условие звездочка Просто для оптимальных смешанных стратегий уже в матричной игре Ну давайте докажем эту лему, доказательство Хотя в общем-то доказательство оно достаточно простое Итак, значит, давайте докажем необходимость Пусть у нас P0 ку ноль Это ситуация равновесия И нам нужно отсюда вывести Что звездочка выполнена как необходимое условие Ну это фактически следует из определения Вот если в определении вместо P взять И Я могу вместо P взять просто чистую стратегию Вместо Q взять G То у нас получится как раз вот условие звездочки Там при любых P и Q Ну в частности при любых чистых стратегиях Выполнены вот эти неравенства Просто получаем звездочку Так что необходимость практически следует из определения Дальше достаточность Пусть у нас наоборот Для P0 ку ноль Выполнена звездочка Надо отсюда вывести Что P0 ку ноль Это ситуация равновесия Смешанных стратегий Ну нам что нужно Вот как раз вот эти неравенства доказывают Давайте возьмем любое P Значит у нас выполнено условие звездочки Значит мы можем умножить Итое неравенство Я могу умножить на P ито Значит P ито у меня больше равно нуля Значит я могу Итое неравенство умножаю на P ито Получаю A и Q нулевое Меньше равно P ито На A P0 ку ноль И при всех Это верно при всех И От И от единицы до Н Ну понятно неравенство сохраняется Поскольку P итое не отрицательное Ну и теперь давайте сложим Все эти неравенства Неравенство складываем Слева получаем A от P ку нулевое Ну а справа Поскольку у нас P итое сумма равна единице Значит это можно написать P итое То получаем A от P0 ку ноль Таким образом мы фактически Доказали первое неравенство Из определения ситуации равновесия То есть при любом P Выполняется неравенство То есть первому отклоняться от P0 невыгодно Ну то же самое со вторым Там абсолютно аналогичное доказательство Там просто Нужно Вот с этими неравенствами Там умножать на кужи На кужи складывать и так далее Полностью аналогичное доказательство Тем самым лемма доказана Ну следующее свойство Которое будет Значит это свойство Дополняющей нежесткости Такое же свойство у нас было Для матричных игр Ну в данном случае оно справедливое И для ситуации равновесия В смешанных стратегиях Итак свойство Дополняющей нежесткости Давайте его оформим В виде теоремы Значит теорема 2.2 А в скобках свойство Дополняющая нежесткость Значит пусть у нас П нулевое Ку нулевое Ситуация равновесия В смешанных стратегиях Тогда справедливы Следующие неравенства Вернее утверждения Простите Утверждения Значит если у нас П и и нулевое Больше нуля То отсюда следует Что А и Ку нулевое Равняется А от П нуль Ку нуль Значит это вот Как бы Импликация Если П и нулевое Больше нуля То тогда выполнено Равенство Второе Если Ку Ж нулевое Больше нуля То Б от П нуль Ж Равняется Б от П нуль Ку нуль Ну совершенно Аналогичное Свойство У нас было Для Оптимальных Смешанных Стратегий В матричной Игре Ну давайте Докажем Доказательства Значит по условию У нас П нуль Ку нуль Это ситуация Равновесия В смешанных Стратегиях Значит по лемме Один Выполняется Условие Звездочки Значит предположим Что найдется Такое И один Номер Такой И один Что П И один Нулевое Больше нуля Ну и Равенства Здесь нет Ну следовательно По условию Звездочка Это строго Неравенство А и один Ку нулевое Строго меньше А от П нуль Ну и теперь Немножительное число Оно сохранится Строгим Ну и теперь Если мы будем Складывать Вот эти Все неравенства При всех И То поскольку Одно неравенство Строго А остальные Меньше равно В результате Получится Строго Неравенство Причем Слева Будет А от П нуль Ку нуль А справа Будет Тоже А от П нуль Ку нуль Ну понятно Что одно число Меньше другого Это противоречие Доказывает Утверждение Итак Первое Утверждение Фактически Доказано Второе Доказывается Аналогично Ну и Можно Сформулировать Следствие Как бы Чисто логическое Следствие Из этой Теоремы Следствие Значит Пусть у нас П нуль Ку нуль Это ситуация Равновесия В смешанных Стратегиях Тогда Можно Утверждать Следующее Первое Если у нас А От И Ку нулевое Меньше Чем А от П нуль Ку нуль То тогда Отсюда Вытекает Что П и Нулевое Равняется Нулю Просто Логическое Следствие Потому что Если бы Было Больше Нуля То Строгое Неравенство Было бы Невозможным Ну и Второе Аналогичное Утверждение Если Б от П нуль Ж Строго Меньше Чем Б от П нуль Ку нуль То Отсюда Следует Что Ку Ж Нулевое Равняется Нулей Ну и Почему Называется Свойство Дополняющей Нежесткости Так же Как и Для матричных Игр То есть У нас Как бы Есть Вот Есть Неравенство Засловия Звездочка И здесь Соответствующие Есть Как бы Переменные Которые Неотрицательные Значит Здесь Ку Ж Нулевое И Соответствует И Ж Соответствует Ж Получается Так Что Если у нас Ситуация Равновесия То если В одном Месте Строго То Соответствующее Неравенство Выполняется Как равенство Жесткое И наоборот Если здесь Нежестко Строгое Неравенство То здесь Обязательно Равенство Вот это И есть Дополняющая Нежесткость Ну и вот Сейчас Уже Можно Использовать Свойства Дополняющей Нежесткости Можно Уже Решать Некоторые Биматричные Игры Ну вот Мы Сейчас Рассмотрим Два Примера Значит Первый Пример Это игра Семейный Спор Значит Я напомню Матрица игры Матрица игры Следующая Значит Здесь Один Ноль Ноль Два Б Два Ноль Ноль Один Давайте Найдем Ситуацию Равновесия В смешанных Стратегиях Ну Будем Искать Ее Значит Здесь У нас Как бы Получается Так Значит Первый Выбирает Ну Второй Выбирает Ку Один Столбец С вероятностью Ку Один Нулевое Единица Минус Ку Один Нулевое Ну А Первый Выбирает Срочку Вот с такими Вероятностями Ну Я их Так вот Написал Потому что Оказывается Что П Ноль Ищется С помощью Матрицы Б А Ку Ноль Ищется С помощью Матрицы А Вот такое Это правило Это правило Нужно Запомнить Итак Допустим У нас Первый Игрок Выбирает Ну Одну из Строк Ну Это Жена Значит С положительными Вероятностями То же самое Ку Значит Второй Игрок Муж Выбирает Одну Из Стратегий С положительными Вероятностями Каждую Стратегию Ну и теперь Что следует Отсюда Значит Вот у нас Есть свойство Дополняющей Нежесткости Значит Мы можем Написать Что А И Ку Нулевое Равняется А Ну Скажем Для единицы И для Двойки Вот Свойство Дополняющей Нежесткости Ну Ну давайте Явно Распишем Что это Такое Скалярно Умножаем Первую Строчку На Ку Нулевое Получаем Ку Один Нулевое Равно А от П Нуль Ку Ну и Здесь Скалярно Умножаем На вторую Строчку Два Единицы Минус Ку Один Нулевое Равно А от П Нуль Ку Ну и Здесь Фактически Сразу же Получаем Уравнение Значит Ку Один Нулевое Равно Два Единицы Минус Ку Один Нулевое Отсюда Следует Что Ку Один Нулевое Равняется Две Трети Так Понятно Вроде бы Так Две Третьих Значит Ку Нулевое Равняется Две Третьих Одна Третья Ну Это На самом деле Поведение Как бы Смешанная Стратегия Второго Игрока Мужа То есть Он Нацелился Вот Первая Стратегия Это Была Футбол А Вторая Театр Он С вероятностью Две Третья Он Нацеливается На Футбол Одна Треть Театр Так Теперь Давайте С первым Игроком Разберемся Вот из того Что Ку Один Нулевое Между Нулем И Единицей Значит Мы Воспользуемся Вот этими Уже Равенствами Значит У нас Получится Вот отсюда Следует Что у нас Б П Нулевое Один Равняется Б От П Ноль Ку Ноль Ну и Соответственно Также Б От П Ноль Два Равно Б От П Ноль Ку Ноль Ну Ну так же Легко Расписывается Соответствующая Система Значит Запишем Значит Это нужно По столбцам Вот этот вектор Умножить Скалярно На первый Столбец Это будет Два П Один Нулевое Равно Б От П Ноль Ку Ноль Ну и Вектор П Умножаем Скалярно На второй Столбец Это будет Единица Минус П Один Нулевое Равно Б Ноль Ку Ну отсюда Опять Получаем Равенство Ну и Получаем Что П Один Нулевое Равно Одной Третьей Ну и Соответственно Смешанная Стратегия Первого Игрока Это Одна Третья Две Третьи Ну Поведение Жены Как бы Так же Асимметрично Как бы Симметрично Что ли То есть Она нацелилась На театр С вероятностью Две Третьи А на футбол С вероятностью Одна Третья Ну и Здесь Легко Тоже Посчитать Что Выигрыш Игроков Обоих Игроков Равны Две Третьи Ну это Легко Просто Посчитать Здесь Подставляем Одну Треть Будет Две Третьи Ну и Теперь Спрашивается Как Разрешить Семейный Спор Один Из Способов Заключается В Использовании Так называемых Физических Смесей Про это Я когда Говорил Когда Была У нас Игра Фермер Против Природы Но Здесь Можно Поступить Следующим Образом Давайте Возьмем Значит Допустим У нас Есть Календарь Там Суббота Воскресенье Суббота Воскресенье Суббота Воскресенье И так Далее Допустим На год Вперед Ну и Первый Игрок Жена Она Здесь Ставит Реализует Свою Смешанную Стратегию Следующим Образом То есть Она Ставит Неким Случайном Порядке Футбол Ф и Т Футбол И театр Причем Театр Должно быть Два раза Больше Чем Футбол Понятно То есть Здесь Скажем Стоит Театр Футбол Футбол Театр Допустим Театр Театр Вот так Примерно Ну и дальше Продолжает Ну Муж Поступает С точностью Наоборот Значит Это муж Здесь у него Скажем Театр Футбол 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 Театр Вот так Причем Они Каждый Заполняет Свой Календарик И Не знают Что заполнил Другой Потом Наступает Допустим Суббота И воскресенье Они Сверяют Если Театр Идут Театр Если Футбол Идут На Футбол Если Нет Они Вообще Никуда Не Идут Они Едут В гости Куда Не Важно Значит Вот таким Образом Можно Разрешить Семейный Спор Ну вот Я еще Один Пример Приведу Там Где Смешанные Стратегии Позволяют Реализовать В виде Физической Смеси Ситуации Равновесия Вроде бы В смешанных Стратегиях Значит Пусть у нас Два игрока Ну это Может быть Две Какие-то Страны Даже Или Стороны Значит Игрок Один Имеет Две Стратегии Значит Он может Либо нарушать Некоторые Правила Либо Нет Значит Он нарушает Допустим Некие Правила Вторая Стратегия Не нарушает Значит Игрок Два Значит Это Первый Второй Игрок Первая Стратегия Он Как бы Он Наказывает За нарушение Ну или Водит Санкции Скажем Так Санкции И второе Он их Не вводит Нет Ну и Выигрыши Допустим У нас Имеет Следующий Вид Значит А Допустим А1 Б1 С1 Д1 Дальше Дальше Здесь Б А2 Б2 С2 Д2 Ну и при этом Соотношение Между Да Здесь Это первая Стратегия Здесь Значит Нарушения Здесь нет Здесь Санкции Здесь нет Ну и Соотношение Между Выигрышами Здесь Такие Вот Ключевые Соотношения Что С1 Больше А1 А Б1 Больше Д1 Ну вот Скажем Так Если Он Нарушает И Против Него Нет Санкций То Он От Этого Выигрывает То Б1 Больше Чем Д1 Понятно Ну и Здесь Аналогичное Неравенство Только В другую Сторон Значит А2 Больше Б2 И С2 Меньше Д2 Ну это Просто Сами Проанализируйте Смысл Этих Неравенств Он Вполне Такой Естественный Ну вот Легко проверить Что в чистых Стратегиях Здесь Ситуации Равновесия Нет Пожалуйста Проверьте Ну просто Надо Так сказать Поставить Кружочки Квадратики Там Соответствующие И Убедиться Что в чистых Стратегиях Ситуации Равновесия Здесь Не существует В смешанных Стратегиях Значит В смешанных Стратегиях Если мы будем Действовать Вот Таким же Образом Считать Что у нас П1 Нулевое Больше нуля Меньше Единица То Окажется Вот если Решать Вот скажем Вот такие же Системы То ответ Будет следующий Значит я просто Сейчас выпишу Ответ А вы Сами уже Разберитесь Надо системы Выписать И соответственно Получить Ответ Значит Получается Следующий Ответ Значит К1 Нулевое Это будет Б1 Минус Д1 Значит А2 Минус Б2 Плюс Равновесие О чем Говорит Этот пример Что Действительно Вот Как реализовать Вот эти Смешанные Стратегии Не надо Бросать Монеты Дело Дело В том Что П1 Нулевое К1 Нулевое Можно Как Интерпретировать Как доли Вот я нарушаю Правила Но только Вот в такой Доле Вот допустим Много правил А я нарушаю Только в некой Часть этих Правил П1 Нулевое А соответственно Санкции Они Их тоже Так сказать Целый веер Всяких Возможных Возможностей Там значит Только Не все Применяются Как бы Наказания А только Часть этих Наказаний К1 Нулевое Ну и получается Вот такое Равновесие Здесь уже Никаких Смешанных Стратегий Нет Есть просто Физическая Смесь На самом деле Ну о чем Говорит этот Пример Что Обычно Нарушают И обычно Наказывают Но не полностью То есть Нарушают Но не все И наказывают Тоже не полностью Это вот то Что на самом деле В реальности Бывает То есть Теория игр Она неким образом На качественном уровне Схватывает Какие-то моменты Вот в данном случае Это так Итак Это примеры Теперь давайте Пойдем Дальше Значит Мы рассмотрим Уже метод Как бы Поиска Ситуации равновесия Смешанных стратегий В биоматричной игре Ну в данном случае У нас примеры Были 2 на 2 Здесь все просто А в общем случае Матрицы могут быть Большие Поэтому Необходимы Какие-то методы Ну вот Следующее утверждение Оно уже Позволяет Как бы Организовать Метод Поиска Ситуации равновесия Давайте Давайте его Сформулируем Значит Это утверждение Под номером 1.3 А Простите 2.3 Значит Это теорема 2.3 Значит Формулировка Следующая Ну Во-первых Я напомню Что у нас Х Это множество Чистых Стратегий А Y Это Первый Игрок А здесь Множество Чистых Стратегий Второго Игрок Значит Пусть у нас P0 Q0 Это Ситуация Равновесия В смешанных Стратегиях Биматричной Игры Тогда Утверждается Что существуют Такие Подножества Х0 Такое Подножество Чистых Стратегий Х0 Первого Игрока И такое Подножество Y0 Чистых Чистых Стратегий Второго Игрока И существуют Такие Числа V1 И V2 Такие Что Справедливы Следующие Системы Уравнений Сейчас мы Здесь Напишем Отдельно Справедливы Следующие Системы Уравнений Сумма По Ж Принадлежащим Y0 А и Ж Ку Ж0 Равняется V1 При всех И При любых И Принадлежащих X0 Значит И Сумма По Ж Принадлежащим Y0 Ку Ж0 Равняется 1 Вот это Первая Система Ну и Аналогично Вторая Система Здесь У нас Фигурирует Матрица А И Смешанная Стратегия Второго Игрока А вторая Система Там Матрица Б И смешанная Стратегия Первого Игрока Значит Сумма По И Принадлежащим X0 P И Нулевое B И Ж Равняется V2 Для Любого Ж Принадлежащего Y0 Ну и Сумма По И Принадлежащей X0 P И Нулевое Равняется Единице Вот это Вторая Система Цифра 2 Значит Еще раз Я повторю Значит Если у нас Есть ситуация Равновесия В смешанных Стратегиях Биматричной Игры То найдутся Такие Подножества X0 Y0 И такие Числа V1 V2 Что справедливо Такие Две системы Уравнений Ну давайте Мы Докажем Сейчас Это Утверждение А затем Уже Обсудим И посмотрим Как отсюда Вытекает Метод Поиска Ситуации Равновесия Смешанных Стратегий Итак Доказательства Ну Доказательства На самом деле Основаны На свойстве Дополняющей Нежесткости Давайте Возьмем В качестве X0 Это Множество Таких И Что PI Нулевое Больше Нуля Ну и Соответственно Y0 Множество Таких Ж Что Q Ж Нулевое Больше Нуля Соответственно Возьмем В качестве Чисел V1 Это А от P0 Q0 И V2 Вот числа Которые Там фигурируют B И здесь Вот они тоже B От P0 Q0 Ну и Теперь Проверим Фактически Сейчас Проверим Что справедливы Вот эти вот Системы 1 и 2 Ну давайте Посмотрим Что из себя Представляет Вот первое Уравнение Значит Сумма По Ж Принадлежащим Y Нулевое А и Ж К Ж Нулевое Значит На самом деле Вот эта Сумма Значит Ее можно Распространить На все Ж Поскольку У нас Положительный Ж Положительный К Ж Нулевое Только Относится К Ж Принадлежащим Y0 Просто По Определению Поэтому Эту сумму Можно записать Так Это просто А От И К Нулевое Ну и дальше Это равно Равно А От П К Просто По Свойству Дополняющей Нежесткости Поскольку У нас П И Нулевое Больше Нуля Значит По Свойству Дополняющей Нежесткости Это Получается Вот такое Равенство Ну а А От П Нулевое К Нулевое Это и есть V1 Так что Тем самым Получается Вот Эта группа Уравнений Она Выполняется Ну и последнее Равенство Оно просто Следует Из того Что В Y0 Собраны Все Ж Где К Ж Нулевое Положительное Поэтому Последнее Уравнение Также Выполняется Ну и Вторая Система Она Выводится Совершенно Аналогично Так что Эта теорема Фактически Доказана Ну вот Давайте теперь Подробно Обсудим Вот эти Системы 1 и 2 Значит Система 1 Значит Система 1 Это Там Неизвестными Выступают В роли Неизвестных Это К Ж Нулевое Ж Ну и Соответственно Число В1 Во второй Системе Неизвестными Являются П И нулевое И Исх 0 И соответственно В2 Ну и Матрица Этих Систем Имеет Следующий Вид Ну там Фактически Все определяется Вот Подматрицами Давайте Их Выпишем Матрица А с чертой Это Множество Таких Ижи Это Подматрица Матрицы А Здесь И принадлежит Икс нулевое Ж Принадлежит Игрек нулевое Ну и соответственно Вторая Подматрица Б Значит Там Это Б Ижи И Из Икс нулевое Ж Из Игрек нулевое Так вот Для нас Важен Случай Вот Когда Эти матрицы Являются Квадратными Вот Если Они Квадратными Являются То Тогда Эти Системы Можно спокойно Решать Число Уравнений Будет Равно Ну Квадратные Это означает Что Вот эти Множества Икс ноль Игрек ноль Содержат Одинаковое Число Элементов Тогда Там Число Уравнений И число Неизвестных Будет Совпадать В этих Системах И их Можно Решить Решать Спокойно Ну вот Оказывается Можно Доказать Утверждение Что Существует Такая Ситуация Равновесия Для которой Вот в этих Системах Матрицы Являются Квадратными Вот этими А чертой И Б чертой Они являются Квадратными Значит мы Это доказывать не будем У нас Времени мало Но такое Но такое Утверждение Есть И вот На основе Этого Факта Можно Уже Строить Как бы Ситуация Равновесия В смешанных Стратегиях Перебирать Квадратные Подматрицы Решать Системы Вот решать Вот такие Системы И Там Дополнять Нулями И так далее И так можно Написать Заголовок Метод поиска Некоторых Ситуаций В смешанных Стратегиях Биматричной Игры То есть мы Не претендуем На поиск Всех Ситуаций В смешанных Стратегиях А только Некоторых Значит Это Алгоритм Фактически Комбинаторного Типа Он связан С перебором Квадратных Подматриц Значит Вот у нас Есть матрицы А и Б А мы Перебираем Квадратные Подматрицы А чертой Б чертой Ну там Они скажем Порядка Там К на К Сначала К равно Двум Потом Трем И так далее То есть Речь идет О переборе Квадратных Подматриц Матриц Вот Вот этих Значит Алгоритм Состоит Следующим Значит Мы берем Начинаем Скажем Ну К равно Двум Значит На произвольном Как бы Шаге Алгоритма У нас Есть Квадратные Подматрицы А чертой Б чертой И мы Решаем Системы 1 и 2 Количество Уравнений Там равно Количество Неизвестных Поэтому Они Их Их Можно Решать Ну И дальше Смотрим Если Окажется Что Скажем Какие-то П Иты Нулевые Или Кужиты Нулевые Некоторые Из них Отрицательны То Поскольку Это Вероятности То Мы Соответственно Переходим К следующей Подматрице Соответствующие Матрицы Нам Как бы Не дают Равновесие Переходим В следующей Подматрице Допустим Теперь Что Вот эти Компоненты Решения Они Являются Неотрицательными Тогда Мы Дополняем Нулями До Смешанных Стратегий Значит П Нули Добавляем Нули Значит Это в случае Если И Не принадлежит Х Нулевое Значит Это Нуль Если И Принадлежит Х Нулевое Это П И Нулевое То Дополняем Фактически Нулями До Вектора Размерности М Дальше Для Второго Игрока Аналогично Поступаем Дополняем Нулями Компоненты Ж Где Ж Не принадлежит Игрек Нулевое Ну а там Где Ж Принадлежит Игрек Нулевое Это Компонент Компонента Будет Кужей Нулевое Итак Построили Смешанные Стратегии Ну и Теперь Нужно Проверить Условия Звездочка То есть Мы Начинаем Проверять Условия Звездочка Для Вот Этей Пары Стратегий Если Оно Будет Выполнено То Соответственно Это Будет Ситуация Равновесия Смешанных Стратегий Но Здесь Правда Нужно Выписать Четко Что Из себя Представляет Условия Звездочки Значит У нас Вот эти Вот У нас П0 И К0 Они Удовлетворяют Вот этим Системам Значит Мы уже Говорили О том Что Например Первая Система Она Фактически Вот Имеет Вот Такой Вид Ну И Понятно Что Если Скажем Мы Здесь Возьмем Просуммируем Вот Возьмем Вот эти Вот Уравнения Скажем Сумма По Ж Из Y Нулевое А и Ж Хуже Нулевое Равно В1 Вот Такое Уравнение Значит Умножим На P И Т Нулевые Значит И у нас Принадлежит Х0 Ну и Сложим Все эти Уравнения То у нас Слева Получится Фактически А От П0 Ку 0 А справа Получится Просто В1 Ну это Просто Здесь Вот даже Видно Если умножать На П И Т Нулевые Которые Соответствуют Положительным Компонентам Остальные Нулевые Нас Не Интересуют То В результате Суммирования У нас Получится Вот как раз А П0 Ку 0 Вот Значит Тем самым Мы Получаем Что Из систем 1 и 2 Вытекает Что А От П0 Ку 0 Это В1 Как раз Ну и Соответственно Аналогично Доказывается Что Б От П0 Ку 0 Это В2 Поэтому Условие Звездочка Записывается Следующим Образом А И Ку Нулевое Меньше Равно В1 При всех И Ну И от 1 до М Ну и Соответственно Б От П0 Ж Меньше Равно В2 При всех Ж От 1 до Н Вот Условие Звездочка Фактически Выглядит Так Почему Потому что В1 В2 Это Фактически Вот эти А От П0 Ку 0 И Б От П0 Ку 0 Ну Кстати Здесь Заметим Что Часть Неравенства Неравенства Оно Будет Выполняться Как Равенство Вот Если И Принадлежит У нас Х0 То У нас Здесь Фактически Будет Уже Равенство Из Нашей Системы А Если И Не Принадлежит Х0 То Тогда Проверяется Неравенство Ну Здесь То же Самое Равенство Будет Если Ж Принадлежит У Большое Нулевое Итак Значит Мы Проверяем Условие Звездочка Если Оно Выполнено То Мы Нашли Ситуацию Равновесия Смешанных Стратегий После Этого Переходим К Следующей Подматрице То есть Наша Цель Найти Как Можно Больше Ситуации Равновесия Смешанных Стратегий Не Одну А Как Можно Больше По Этому Алгоритму Ну Вот Сейчас Мы Рассмотрим Частный Случай Когда В Матрицах Всего Две строки Или Два Столбца Вот В этом Случае Можно Использовать Геометрические Построения Так же Как У нас Матричных Играх Было Если Там Две Строки В Матрице Было Или Два Столбца Мы Использовали Геометрические Построения Здесь Аналогично Давайте Этим Сейчас Займемся Значит Пусть у нас Биматричная Игра В которой Матрица Размера 2 на n То есть Матрица А А1 1 И так далее А1 n А2 1 И так далее А2 n Ну и Матрица B B1 1 И так далее B1 n B2 1 И так далее B2 n Ну особенно Здесь Заключается В том Что Смешанная Стратегия Первого Игрока Она Простая Фактически Определяется Вероятностью Выбора Первой Строки P1 Ну и Поскольку У нас Матрица Всего Содержит По 2 Строки То Мы Должны Перебирать Под Матрицей 2 на 2 То есть Нас Другие Не интересуют Ну а Каждая Матрица 2 на 2 Она Фактически Определяется Номерами Столбцов Вот Скажем G1 G2 Это Номера Столбцов Значит Они Как бы Определяют Подматрицу Размером 2 на 1 Ну а Теперь Давайте Посмотрим Как Алгоритм Применяется Вот Для Такой Биматричной Игры Значит Мы Берем Подматрицу Вот С такими Ну Давайте Начнем Сначала Так сказать Вот Со Смешанной Стратегии Скажем Первого Игрока Компонента Значит Мы Берем Подматрицу Матрица Б Вот С такими Столбцами Значит Что Это Подматрица Б С чертой Сейчас Я Перепишу Значит Б1 G1 Б2 G1 Б1 G2 Б2 G2 Взяли Взяли Такую Подматрицу И Соответственно Давайте Выпишем Систему 2 Значит Система 2 Она Как раз Касалась Матрицы B Ну Здесь У нас P1 Нулевое Единица Минус P1 Нулевое Значит Система 2 Выписываем Просто По столбцам Скалярное Произведение Берем Получаем B1 G1 P1 Нулевое Плюс B2 G1 Единица Минус P1 Нулевое Равняется V2 Это первый Столбец Ну и соответственно Второй Столбец B1 G2 P1 Нулевое Плюс B2 G2 Единица Минус P1 Нулевое Равняется V2 Ну решается Эта система Очень просто Можно вычесть Из одного уравнения Другое Или просто Приравнять Вот здесь Левые части И сразу же Находим P1 Нулевое Если P1 Нулевое Окажется В отрезке 0,1 То это Означает Что это Действительно Компонента Смешанной Стратегии Вероятностная Ну вероятность Если P1 Нулевое Не окажется В этом отрезке То понятно Что мы переходим К другим G1 G2 Итак Пусть Пусть Нулевое У нас Оказалось В этом Отрезке После этого Мы Переходим Соответствующей Матрице А А С чертой Подматрицей Давайте ее Выпишем И соответственно Будем искать Q нулевое Ну так Мы будем Искать Смешанную Стратегию Второго Игрока В таком Виде Это нули Q со звездочкой На месте G1 Единица Минус Q со звездочкой На месте G2 Остальные Компоненты Нулевые Вот это Как раз Вот эти Компоненты Находятся С помощью Матрицы А чертой Матрица А чертой Имеет Такой вид A1 G1 A2 G1 A1 G2 A2 G2 Ну соответственно Чтобы найти Вот Q Со звездочкой Нам нужно Скалярно Вот этот вектор Умножить На строчки И приравнять Фактически так Значит Получится Такая система Значит Это у нас Была система Вот фактически 2 А сейчас Мы выписываем Систему 1 Будет следующее G2 Единица Минус Q Со звездочкой Равно V1 Значит Вот эта система 1 Решается Она так же Просто Просто Из одного Уравнения Вычитается Другое Сразу же Находим Q1 Q Со звездочкой Если окажется Что Q Со звездочкой Между нулем И единицей То все нормально Последнее Что осталось Сделать Это проверить Условия Звездочка То есть Проверить Действительно Ли найденные Стратегии Являются Равновесными То есть Образуют Ситуацию Равновесия Ну давайте Посмотрим На условия Звездочки Значит Фактически Вот первое У нас Оно Выполняется Автоматически Вот равно V1 Просто у нас Всего лишь Две строки И фактически Вот то что Здесь написано Это и есть Как раз A1 Q0 Равно V1 A2 Q0 Равно V1 То есть Вот это условие Как бы Выполнено Автоматически Осталось Проверить Вот эти Неравенства Для P0 Ну для Этого Нужно Что Сделать Нужно Просто Посчитать Скалярные Произведения Вот этого Вектора P0 На все Остальные Столбцы И проверить Соответствующее Вот это Неравенство То есть Нужно Проверить Следующее Неравенство B От P0 Ж Меньше Равно V2 При всех G Неравных G1 G2 Потому что При G1 G2 У нас Здесь Равенство Выполняется А при всех Остальных Мы Проверяем Неравенство Таким Образом Условие Звездочка Сводится Фактически Вот Ну если Оно Выполнено То Мы нашли Ситуацию Равновесия Смешанных Стратегий Если Нет Мы Переходим К следующей Паре G1 G2 Вот Такой Алгоритм Ну на самом деле Здесь Вот Сейчас Мы Посмотрим Как это Можно Геометрически Представить Все Что Мы Сейчас Сделали Так Чтобы Облегчить Ну в частности Вот такую Проверку Проверку Условия Звездочка Ну давайте Посмотрим Значит Что из себя Представляет Вот скажем Система 2 Давайте Рассмотрим Следующие Функции Значит Вот у нас Есть матрица B Есть Житый Столбец Давайте Введем Функцию L Житая От P1 Она Соответствует Житому Столбцу То есть Надо скалярно Вектор П Умножить На Житый Столбец Будет Следующее B1 Житая P1 Плюс B2 Житая Единица Минус P1 Значит Это фактически Вот фактически То что здесь Написано Это B От P Житая Вот Так же Как в матричных Играх Было Только здесь Не матрица А фигурирует А матрица B Ну и теперь Посмотрим Как записывается Система 2 Значит Она записывается Следующим Образом Значит Это LG1 От P1 Равняется V2 LG2 От P1 Равняется V2 Ну и Можно приравнять Отсюда Можно приравнять Фактически Надо найти Точки Пересечения Вот этих Двух Прямых LG1 И LG2 Значит Мы найдем Эту точку Пересечения Тем самым Найдем P1 Нулевое Дальше Вот это Условие Что из себя Представляет Здесь мы Можем Условие Звездочка Эквивалентно Записать Так LGT От P1 Нулевое Меньше Равно Чем V2 Ну при Всех Ж Не равных G1 G2 Вот Это Эквивалентная Запись Ну а Теперь Давайте Посмотрим Что это Означает Геометрически Давайте Построим Прямые Вот Эти LGT Графики Этих Функций Здесь Ось P1 Ну и Здесь У нас Есть Вот Эти Линейные Функции LGT От P1 Значит Фактически Что мы Делаем Когда Перебираем Вот Эти Под Матрицы Значит Мы Смотрим Точки Пересечения Вот Здесь Скажем LG1 А Это LG2 А Вот Это Будет P1 Нулевое Точки Пересечения Вот Этих Прямых При Этом Смотрите Что означает Вот это Условие Звездочка Оно Означает Что все Остальные Прямые Они Проходят Ниже Вот Они Проходят Ниже Вот Этой Точки Здесь У нас V2 Все Остальные Они Проходят Ниже О О чем О чем Это Говорит Это Говорит О том Что У нас Фактически Вот Эта Точка Излома Она Принадлежит Верхне Огибающей Семейства Вот Этих Функций То есть Получается Чтобы сократить Перебор Что Нужно Сделать Нужно Построить Семейство Линейных Функций Взять Верхнюю Огибающую И смотреть Точки Излома Вот Берем Точку Излома Здесь Мы Нашли П1 Нулевое Потом Соответственно Мы Должны Перейти К матрице А Там Посмотреть Ку со Звездочкой Решить Систему 1 И так Далее Получили Одну Ситуацию Равновесия Потом Перешли К Следующей Точке Излом И так Далее То есть Все Точки Излома Верхне Огибающие Нужно Проверить Я повторяю Почему именно Верхне Огибающие Потому что Это связано Вот с этим Неравенством Звездочки Потому что Все остальные Линейные функции Они проходят Ниже Они здесь Проходят Ниже В этой точке Потому что Здесь явное Сокращение Перебора Если этих функций Много То там Не надо их Все перебирать Надо только Брать точки Излома Верхне Огибающие Ну вот Это как раз Алгоритм Для матриц Размера 2 на n Если у нас Матрицы Размеров m на 2 То все Очень похоже Значит Я просто Позволю Только Ограничиться Именно Вот этой Геометрической Частью Давайте Рассмотрим Случай Когда у нас Матрицы Размером m на 2 a1 a2 am1 am2 матрица b b1 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 bm1 bm2 Ну и здесь Смешанная Стратегия Второго Игрока Она Содержит Всего Две Компоненты q1 1 1 Компоненты Ну и поэтому Построение Связано Уже С линейными Функциями Следующего Вида Значит Мы рассматриваем Линейные Функции L It От q1 Ну это Фактически Можно так Записать Что это А It От q Вот так Ну q Здесь q1 q2 1 1 q1 То есть Мы берем Вот такие Линейные Функции Это А А 1 q1 А i2 1 1 q1 Ну и Делаем совершенно аналогичное построение Здесь Здесь у нас Ось q1 А здесь У нас L It q1 Ну и Так же Как В предыдущем Случае Мы Должны Взять Точки Излома Верхний Огибающий Вот Допустим Здесь L E1 Здесь L E2 Ну и Сразу же Автоматически Мы Находим q1 Нулевую Равновесную Смешанную Стратегию Второго Игрока Значит Эта точка Соответствует Здесь Две Строки И Первая Соответственно И вторая Ну и Автоматически Выполняется Условие Звездочка Потому что Это как раз Точка Принадлежащая Верхний Огибающий Значит Взяли Взяли Эту точку После этого Перешли На соответствующую Подматрицу Матрицы B Значит Мы переходим Значит Была здесь Матрица Такая Переходим На подматрицу Матрицы B Ну и Соответственно Мы ищем Равновесную Смешанную Стратегию Второго Игрока В таком Виде Ноль На и первом месте Стоит П со звездочкой На и втором месте Стоит единица Минус П со звездочкой В остальных местах Стоят нули Ну и Вот это П со звездочкой Оно Ищется Совершенно Аналогичным Образом Ну Просто Система Соответствующая Давайте Я ее Выпишу Значит Подматрица B с чертой Она Выглядит Так Это B I1 1 B I1 2 B I2 1 B I2 2 Вот так Выглядит Подматрица Ну и Теперь Нужно По столбцам Записать Два Уравнения Значит Будет B I1 1 П со звездочкой Плюс B I2 1 Единица Минус П со звездочкой Равняется В2 Ну и для второго столбца То же самое B I2 1 П со звездочкой Нет Нет Здесь I1 Так B I2 Так 2 Единица Минус П со звездочкой Равно V2 Решаем Решаем Эту систему И если P со звездочкой Находится В нужном отрезке То Мы построили Равновесную Смешанную стратегию Первого игрока Ну и тем самым Полностью Нашли ситуацию Равновесия Ну а теперь Давайте рассмотрим Пример Построения Ситуации Равновесия Так Значит матрица А Такой имеет вид 2 4 5 4 2 1 Матрица B 3 1 0 0 2 1 Ну давайте Выпишем Поскольку У нас Здесь Всего Две строки Поэтому Вначале Мы ищем P1 Нулевое Выписываем Функции LG От P1 Значит L1 От P1 Первый столбец 3P1 Дальше L2 P1 Это P1 Плюс 2 Единица Минус P1 Это 2 Минус P1 Ну и L3 От P1 Единица Минус P1 Теперь Строим Графики Этих Трех Пунктов На отрезке 0 1 Опять-таки Вот этот Отрезок Нужно брать Большим Отрезок 0 1 Масштабы По осям Могут быть Разными Значит Первая Функция L1 Вторая Функция Значит Нули Это 2 L2 В 1 Это 1 Так Значит Это Такая Функция L2 Ну и Третья Функция Единица Минус P1 Так Сейчас Сейчас Здесь я Неправильно Здесь у меня Извиняюсь Извините Здесь у меня Тройка На самом деле Вот в этом месте Сейчас Иначе у нас Все Сейчас Рухнет Здесь 3 Я извиняюсь То есть В этом месте У нас Тройка Стоит Не единица Соответственно Здесь Получается Вот такая Функция Все эти Три Прямые Пересекаются В одной Точке И поскольку Нас Интересуют Все Ситуации Равновесия То нужно Перебирать Всевозможные Пары Вот Пересекается L1 L2 L2 L3 Ну вот Это у нас L3 Ну и L1 L3 И каждая Пара Может дать Ситуацию Равновесия Ну поскольку Они здесь Все Пересекаются Значит Это вот Точка P1 Нулевое Точка 1 Вторая Это легко Установить Там Допустим Ну берем Там Первую И вторую Приравниваем Значит Будет 3P1 L1 Пересеченное С L2 Давайте Значит Разберем Это будет 3P1 Равно 2 единицы Минус P1 Так Ну соответственно Отсюда следует Что P1 Нулевое Равно Одну и вторую Но все эти прямые Пересекаются В одной точке Поэтому Первый шаг Здесь Простой Теперь Мы должны Значит Мы взяли Первые Две Прямые И соответствующую Под матрицу Здесь берем Матрицу А Под матрицу Матрица А Ну и ищем Смешанную Стратегию Вот такого вида Здесь Q со звездочкой Единица Минус Q со звездочкой Ноль Соответственно По строчкам Выписываем систему Будет 2Q со звездочкой Плюс 4 единицы Минус Q со звездочкой Равно В1 4Q со звездочкой Плюс 2 единицы Минус Q со звездочкой Равно В1 Ну можно было сразу Взять Приравнять Левая часть Значит получается Ну если вычесть Из со второго уравнения Вычесть первое То получится 2Q со звездочкой Минус 2 единицы Минус Q со звездочкой Равняется 0 Отсюда Отсюда Q со звездочкой Равно 1 2 То есть У нас Это число В отрезке 0 1 Так что Получили Следующую Равновесную Стратегию Значит Q 0 1 2 1 2 0 Ну и соответственно P 0 1 2 1 2 Ну вот P 0 Будет как бы у нас Постоянно А вот Q 0 Будет сейчас Меняться Это первая Ситуация Равновесия Дальше Второе Пересечение Значит L1 Пересеченное С L3 Ну здесь Опять P1 0 Уже найдено Значит Под матрица Соответствующая У нас будет Это вот Первый И третий Столбцы Вот На матрицу Осмотрим Ну и Сразу же Выписываем Уравнение Значит 2 Q со звездочкой Плюс 5 Единица Минус Ку со звездочкой Ну надо Приравнять V1 И 4 И здесь 1 4 Ку со звездочкой Плюс Единица Минус Ку со звездочкой Ну отсюда Получаем Что 4 Единицы Минус Ку со звездочкой Равно 2 Ку со звездочкой Значит Если двойку Сократить Здесь 2 Ну и получается Ку со звездочкой Равно 2 Третьих Таким образом Вторая ситуация Равновесие Вот такая Значит Здесь 2 Третьих 0 1 Третья Ну наконец Последний Третий вариант Если рассмотреть Пересечение L2 Пересеченное L3 Ну опять-таки P1 Нулевой Уже найдено Здесь Ничего искать Не нужно Ну а Здесь Получается Подматрица Вот такая Значит Второй Третий Столбцы Значит Ну опять-таки Скалярно Перемножаем Ку со звездочкой Единицами Ку со звездочкой Настройки этой подматрицы И приравниваем Сразу же можно Приравнять 4 Ку со звездочкой Плюс 5 Единицы Минус Ку со звездочкой Равно 2 Ку со звездочкой Плюс Единица Минус Ку со звездочкой Ну здесь Получаем 2 Ку со звездочкой Плюс 4 Единицы Минус Ку со звездочкой Равно Нулю Ну отсюда Находим Что Ку со звездочкой Равно Чему Здесь На двойку Сокращаем Значит Равно 2 Ну ясно Что это Невозможно Поэтому Здесь Ситуация Равновесия Нет Ну вот Это можно было Кстати Заметь Из того Что вот эта строчка Доминирует Вот эту строчку 4 больше 2 5 больше Единицы Поэтому там Равенство на самом деле Невозможно Можно было даже Без вычисления Не обойтись Ну вот Это Что касается Этого примера Ну вот Попробуйте Дома Сделать Следую Обе матрицы Транспонируйте Будут матрицы Как бы 3 на 2 Ну и попробуйте Решить Ту же самую Задачу То есть найти Алгоритмом Тем Который Был Представлен Нужно найти Ситуацию Равновесия Вот Для транспонированных Матриц Ну последнее Что я хотел сказать Это Касается Доминирования Значит Вот вопрос О доминировании В Мематричных Играх Помните У нас были Теоремы Под номером 11 1.11 И 1.12 Это Теорема Доминирования Строк И столбцов В матричных Играх Совершенно Аналогичные Теоремы Можно Сформулировать Для Биматричной Игры Причем Доказываются Они Ну практически Дословно То есть Доказательства Абсолютно Аналогичные Давайте Мы их Сейчас Сформулируем Ну Доказывать Не будем Значит Первая Теорема 2.4 О доминировании Строк В Биматричной Игре Доминирование Строк Биматричной Игре Формулировка Следующая Пусть В Биматричной Игре Некоторая Строка Матрицы А Доминируется Выпуклой Комбинацией Остальных Строк Этой Матрицы Пусть Некоторая Строка Матрицы А Доминируется Выпуклой Комбинацией Остальных Строк Этой Матрицы Тогда Эта строка входит с нулевой вероятностью в некоторую равновесную смешанную стратегию первого игрока, но ее можно вычеркнуть. Значит, тогда эта строка входит с нулевой вероятностью в некоторую равновесную смешанную стратегию первого игрока. Ее можно вычеркнуть. Если указанное доминирование строго, то она входит с с нулевой вероятностью в любую равновесную смешанную стратегию первого игрока. То есть эта формулировка полностью аналогична теореме 1.11, за исключением того, что там шла речь об оптимальных стратегиях, здесь о равновесных стратегиях. В общем, то же самое. Ну и совершенно аналогичная теорема 2.5 о доминировании столбцов. Доминирование столбцов. Значит, здесь речь идет о столбцах матрицы B. Значит, пусть некоторый столбец матрицы B доминируется в выпуклой комбинации остальных столбцов этой матрицы. Пусть некоторый столбец матрицы B доминируется в выпуклой комбинации остальных столбцов этой матрицы. Тогда этот столбец входит с нулевой вероятностью в некоторую равновесную смешанную стратегию второго игрока, и его можно вычеркнуть. Если указанное доминирование строгое, то этот столбец входит с нулевой вероятностью в любую равновесную смешанную стратегию второго игрока. Ну вот последнее замечание, которое я еще хотел сделать, оно касается поиска ситуации равновесия в чистых стратегиях, в биматричных играх. Значит, там тоже можно использовать соображение доминирования. Вот вы ищете просто в чистых стратегиях, у вас есть биматричная игра. И при этом доминирование обычное, без выпуклых комбинаций. Просто одна строка, матрица А доминирует другую, один столбец там доминирует другую, тогда, соответственно, доминируемый столбец, допустим, вычеркивается. Так вот, оказывается, что если вы ищете ситуацию равновесия в чистых стратегиях, то при строгом доминировании у вас фактически ситуации равновесия, если они были, они и остаются. Они как бы не теряются никуда. Ну, почему это так? Потому что, если у вас, скажем, матрица А, одна строка, строго доминирует другую при строгом доминировании, то понятно, что строго доминируемая строчка, она не может быть равновесной, поскольку ясно, что выгодно всегда отклониться в сторону той строки, которая доминирует. Так что при строгом доминировании, вы вычеркиваете эти строки, ситуации равновесия в чистых стратегиях не теряются. А вот при нестрогом доминировании оказываются возможны потери. И более того, может оказаться, что вы вычеркнули там какой-то столбец, и у вас возникла биматричная игра, в которой нет вообще ситуации равновесия в чистых стратегиях. Ну, давайте рассмотрим пример, который фактически у нас уже был. Вот такой пример. Это вот пример, где у нас была единственная ситуация равновесия в чистых стратегиях. Так, здесь 2, 1, 0, 6, 7. Вот если бы мы начали вычеркивать доминируемые столбцы, здесь вот, скажем, второй столбец, он доминирует первый, но не строго. Если бы мы вычеркнули, вот скажем, первый столбец, то у нас получилась бы вот такая биматричная игра, в которой вообще нет ситуации равновесия в чистых стратегиях. В исходной игре она была, вот это мы проверяли, а после нестрогого доминирования оказывается, что она, ее нет просто. Поэтому здесь нужна, конечно, осторожность. А вот в матричных играх такой ситуации невозможно. Там при нестрогом доминировании седловые точки, если они были, они как бы остаются. Продолжение следует...